20 октября состоялась церемония торжественного открытия 9-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда». Его проводят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ГТРК Татарстан, а также Казанский государственный аграрный университет. Участники конкурса «Молодые комбайнеры уборочной жатвы-2017». 15 лучших экипажей республики собрались в Заинске на базе политехнического колледжа. Цель этого конкурса – это прославить наших хлеборобов, наших механизаторов, особенно комбайнеров, от чего труда зависит судьба урожая. В этом году действительно республика собрала очень хороший и богатый урожай – 5 миллионов тонн, больше 5 миллионов тонн. И в этом немалая заслуга наших комбайнеров, которые сегодня стоят на этой площади, на Заинской земле. При отборе участников конкурса учитывался наибольший намолот зерна по итогам уборочной кампании, знаний техники и мастерства владения комбайном. Заинск представляет экипаж молодых комбайнеров агрофирмы «Зай» подразделения «Елкын», комбайнер Айнур Сафин и помощник комбайнера Артур Сафин. Своё мастерство ребята должны показать на комбайне марки «Тукана». На молот в этом году составил 3228 тонн зерна. Оба с высшим образованием и в поле уже лет 8. Конечно, волнуется. Мы уже третий год подряд участвуем в этом конкурсе. Два раза были призерами. Судьба так. Ну, так получилось, что вот еще участвуем в этом году. Волнение, конечно, есть. Мы готовились. Надеюсь, у нас все получится. На комбайне мы работаем уже с 2008 года. В принципе, его хорошо знаем. Что где может сломаться, что где можно подремонтировать вовремя. Бывали такие моменты, да, ломались, приходили пораньше, чтобы успеть, чтобы намолотить побольше. Что повлияло на выбор вашей будущей профессии? Это, конечно же, отец. У нас отец тоже с молодостью работает на комбайне. Вот, братишка с ним уже, можно сказать, с пеленок ездил, катался. Вот, тоже очень хорошо разбирается на комбайне. Потом я. И вот так вот отец обоих подтянул. Сейчас вдвоем работаем на комбайне. На первом этапе в аудитории участники конкурса прошли теоретические тесты на знание техники и технологии уборки. На втором – мастерство знания техники. Каждый на своей марке комбайна. Их здесь выставили три – Нью-Холланд, Акрос и Дон. Техника современная, потому и ставку делают на молодых. В Заинском районе работает современная мощная техника. Уж старые поколения, значит, уходят на пенсию и приходят новые поколения, которые вот сегодня здесь у нас участвуют братья Сафинах, сверхних паничах. У нас в районе очень много молодых механизаторов, молодых специалистов, которые успешно сегодня работают и намолачивают, достигаются хороших результатов и получают хорошую заработную плату. И мы им очень благодарны. Одной из целей проведения конкурса «Славим человека труда» – повышение престижа рабочих профессий. Сегодня труд в поле – это и гордость, и профессионализм. В республике делаются огромные вложения в область сельского хозяйства, и это только повышает престиж профессии. Итоги конкурса «Славим человека труда» будут известны в субботу на торжественной церемонии закрытия конкурса. Жюри определит обладателей первого, второго и третьего места. Будут отмечены номинации «Самый большой стаж работы», «Рекордный намолот», «Лучшие теоретические знания», «Лучшие практические навыки». Участники получат денежные премии, а также сертификаты на поступление в Казанский государственный аграрный университет. ЗАИНСК болеет за своих. Конечно, за своих ребят, за братьев Сафина, за кого же еще болеть. Думаем, что они займут хорошие призовые места.